Значит так, принципы приличия. Основные принципы. Один, два, три. Три, четыре. Принципы приличия. Это четвертый. Основные принципы. Принцип четвертый. Принципы приличия. Что еще вам сказать? Ну хорошо. Значит первый, принцип приличия. Не позволяйте кому-либо дотрагиваться до вас. Не позволяйте кому-либо дотрагиваться до вас. Особенно если вы сестра. А если брат? Сегодня, да, и братьям нужно быть тоже осторожными в этом вопросе. Если раньше это было актуально к сестрам, то сегодня к братьям это также актуально. Сережа, давай иди сюда. Ты будешь у нас в качестве примера сейчас. Значит, принципы приличия. Смотрите, не позволяйте кому-либо дотрагиваться до вас. И второе, не касайтесь никого. Даже верующих. То есть сами так же никого не трогайте. Значит, существуют люди, которые, знаете, во время разговора любят собеседника трогать. Это происходит как будто как естественным путем. Вот мы разговариваем, знаете, и человек подходит, он там вдруг начинает вашу пуговичку крутить. Это действительно сопровождает многих людей таким поведением, что когда они с вами разговаривают, там они могут вас за плечо брать, там, знаете, там вот разные какие-то, да, вот тут он там смотрит, что у вас такое и так далее. То есть и всякие такие действия, то есть вы должны просто, ну, скажем там, отойти как бы в сторону, да. И если уже человек не прекращает, а постоянно свою руку поднимает, то вы просто должны ему сказать, что, знаете, можете разговаривать, держать свои руки при семье. То есть это абсолютно нормально. То есть почему? Во-первых, это выглядит очень плохо со стороны. Когда вы разговариваете с кем-то, представьте, вы разговариваете, вы сестра, вы разговариваете с мужчиной, да, и мужчина почему-то крутит вашу пуговичку тут или трогает вас каким-то образом. Но даже если вы мужчина, и вдруг стоит мужчина, и тоже крутит вам пуговичку, это тоже выглядит странно со стороны. Это первое. Второе. Есть эта психология. Если люди видят, что к вам можно дотрагиваться, то есть люди, которые имеют желание вас ударить, но они находятся в сомнении, ударить вас или не ударить. Но когда они видят, что кто-то к вам притрагивается, значит вас можно и ударить так же. Это просто обычная психология. Поэтому не позволяйте никому до вас дотрагиваться. То же самое касается и вас. Не дотрагивайтесь вы сами кому-то. Чтобы вас не ударили. Потому что, смотрите, то, что имеют такие проблемы люди, вы также можете иметь те же самые проблемы в отношении общения. Вы разговариваете с человеком, начинаете его трогать, крутить ему пуговичку и так далее. А особенно, если вы вдруг захотели помолиться за человека, то вы начинаете его обнимать. Оставьте это для общины. Не надо ни на кого на улице начинать возлагать руки, обнимать кого-то, еще что-нибудь делать и так далее. Не делайте этого. Вы хотите помолиться за человека? Помолитесь, не трогайте его. Пусть он не трогает вас. Понятно, да? Потому что это всего-навсего вызовет у других людей какую-то негативную реакцию. Спасибо, Сергей. Вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос. А? Вопрос. Да, да, да. А если бабулечка такая хорошенькая идет, можно ее обнять? Но если она даже сама бывает вот, ой, можно я вас обниму? У меня часто бывают такие моменты, что я бабулек обнимаю. Я понимаю, но лучше, лучше всего, лучше всего не заниматься этим. Когда, когда, когда вы находитесь на улице для того, чтобы раздавать трактаты? Пригласите их в общину, придите к ним домой и обнимайте их. Хорошо? Я добавлю еще один принцип приличия. Я добавлю еще один принцип приличия. Это принцип, когда вы собираете трактаты, которые упали на пол. Собирая трактаты, не нагинайтесь, а присаживайтесь. Сережа, продемонстрируй, пожалуйста, в камеру, что значит нагинаться. Что значит нагинаться? Это вот так вот. Нет, так в камеру, не к сестре же. Вот. Присаживаться, это означает присесть и взять. Совершенно правильно. Садись. Совершенно правильно. Значит, причина, 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 почему не нужно нагинаться. Ну, во-первых, это просто некрасиво. Неприлично. Неприлично. Во-вторых, если вы сестра, то не только можно услышать, ну, появятся желающие еще и потрогать. Ну, если вы брат, могут тоже появиться желающие потрогать, но могут появиться те, которые просто захотят вам дать пенька в действительности. Понятно, да? Поэтому это очень просто. Но на самом деле вы можете попасть в неприятную историю из-за такой элементарной глупости, что вместо того, чтобы присесть и поднять брат сайт, вы согнулись в эту позу. Ясно? Поехали дальше. Но если я рассказываю, значит, это уже все было. Принцип прилежания. Принцип прилежания. Принцип прилежания. Не сокращайте время, которое вы запланировали для братсайдинга. То есть, если мы запланировали быть на улице два часа, значит, нужно находиться там два часа. Не придумывайте себе. Если у вас закончились, хороший вопрос. Вы можете продолжать стоять на том месте, останавливать людей и беседовать с ним, свидетельствовать просто, не раздавая братсайдинга. Не покидайте место вашего сорти. Не покидайте место вашего сорти. Во время раздачи? Во время раздачи, да. А если я закончу? Ну, когда вы закончили, вы можете идти. Но пока вы не закончили, пока время еще не закончилось, вы должны оставаться на том месте, на которое вы были поставлены. И есть на то различные причины. Одна из причин, и самая важная, это то, что, когда мы идем на сорти, мы молимся о том, чтобы Бог благословил то место, на котором мы будем находиться. Мы молимся о том, чтобы Бог привел туда людей, которых Он приготовил для того, чтобы иметь спасение или услышать евангельскую весть. Можно вопрос? Бог запланировал, что в это время, в течение двух часов, которые вы должны там находиться, будут люди, которые должны будут услышать, должны будут прочитать, и, может быть, те, которые примут Мессию Ишуа, помолившись вместе с вами. Если вы приняли решение, что для вас два часа много, повернулись и ушли, то та часть людей, которая должна была прийти в эти два часа, не услышали Слова Божьего сегодня от вас по той причине, что вы ушли? Это первая причина. А если у меня появилось желание, вот я раздавал, раздавал, и мне на одном месте надоело раздавать, я не ушел от задачи раздавания, но я пошел по городу раздавать, но с места порученного я ушел, но я продолжаю раздавать бартсайди по городу. Значит, для этого, для этого, вот существует следующий принцип прилежания. Не изменяйте инструкции лидера команды. Для того, что если даже вы хотите перейти на другое место, например, вас послали на какое-то конкретное место, вы туда пришли, но там нету никого. Такое случается. Ваша задача, вы должны связаться со своим лидером и узнать у него, что вам делать в таком случае, если на данном месте нету людей, некому раздавать, и получить новое указание от лидера, переместиться, например, в другое место. И тогда вы исполняете просто то, что вам говорит ваш лидер, и остаетесь прилежным человеком. Не опаздывайте. Следующий принцип прилежания. Не опаздывайте. Вот это то, в действительности, в чем страдают многие спасенные люди. Знаете, я когда сам уверовал, то я подумал, что это вообще, наблюдая за другими, я стал таким же и подумал, что это вообще норма вещей опаздывать. Знаете, я помню, что когда я уверовал, я устроился работать, возить колбасу из цеха на лотки. И колбасу нужно было забирать каждый день в 5 утра с цеха. И я опаздывал. Я приезжал то в пол шестого, то без двадцати шесть. Меня ждал человек, который получал этот товар, и мы вместе с ним развозили. И она мне все время говорит, слушай, ну ты опоздал, мы из-за этого не получили колбасу, потому что другие люди ее просто забрали. И в итоге там люди остались без работы. Я, будучи сильно духовным человеком, я говорил, все в руках Божьих. Если я опоздал, это не случайность, это план Божий, значит, эта колбаса вам сегодня не нужна. Знаете, через буквально некоторое время мне сказали, извините, вы нам просто не нужны. Вот. И вот оказалась воля Божья, что мое место оказалось для другого человека. Меня просто попросили оттуда уйти. Вот. И это было достаточно сложно для моей семьи в тот момент, потому что мы испытывали очень сильную нужду. И это было по той причине, что я был недисциплинирован. Понимаете, да? Но многие в церкви жили таким образом, что опаздывать-то вполне нормально. Мы говорили там, ну мы поэтому пятидесятники, потому что мы на 50 минут опаздываем. И считали, что это абсолютно нормально. Но знаете, когда я пришел к евреям за Иисуса, познакомился с ними, первое, что мне сказали, мы с тобой договорились, ты не можешь опоздать. Я говорю, что значит, я не могу опоздать? Он говорит, вот так, это значит, что ты не можешь опоздать. Потому что мы договорились, мы помолились, мы помолились. Бог будет там вовремя. Если ты опоздаешь, то ты заставляешь ждать не меня, ты заставляешь ждать Бога на этом месте. А? То есть ты заставляешь ждать Бога. И это, знаете, тогда меня заставило очень сильно, серьезно задуматься. Действительно. Если я духовный человек, и если у Бога все упорядочено и правильно, то в моей жизни должно быть тоже упорядочено и правильно. Значит, я должен быть вовремя. И если я говорю, что я буду, или мне сказали быть, то я должен постараться быть там вовремя. А лучше даже заранее. Был такой случай. На одной компании, это было в Америке, два миссионера, один из них был лидером этой команды, договорились встретиться, например, в три часа. Один из них задержался там, на своем месте, по той причине, что он разговаривал с человеком и получал у него контакт, адрес. Когда он пришел, то того первого, ну, его лидера, не было на месте. И он постоял, покрутился, и никого не было, он не знал, что делать. Он вернулся на место, где было место сбора. Когда он приехал, он узнал, что его лидер не приехал. Он опоздал, ну, на место встречи. Когда стали выяснять, выяснилось, что в момент, когда его лидер ожидал, и тот был где-то занят, в другом месте, не пришел вовремя, этому человеку разбили битой голову. Дьявол просто использовал другого для того, чтобы этому навредить. Почему ему разбили голову? Потому что они не ушли оттуда вовремя. Понимаете? Наши поступки несут за собой какие-то действия. Все, что делает человек, после этого есть какой-то плод. Если мы делаем с вами хорошие дела, есть хорошие плоды. Но если мы делаем плохие дела, после этого есть плохие плоды. Плод есть всегда, только какой он. Поэтому, знаете, учитесь у Бога. Он никогда, нигде не опаздывает. Он всегда вовремя. Поэтому нам нужно учиться у Него и брать у Него пример, а не у других, которые себе позволяют вести себя каким-то странным образом. Нужно всегда и везде стараться приходить вовремя. Все в жизни бывает, но нужно стремиться к тому, чтобы быть всегда вовремя. Следующий принцип прилежания. Будьте внимательны, не зевайте по сторонам. Будьте внимательны, не зевайте по сторонам. Нам, людям, знаете, свойственно что? Если что-то где-то происходит, открыть рот и смотреть, а что же там случилось? И можно половину своего времени, которое ты должен был свидетельствовать, раздавать братсайты и провести, наблюдая о происходящем где-то в стороне. Поэтому не зевайте, а будьте внимательны, как Мессия сказал, что бодрствуйте, да? И занимайтесь тем, для чего вы были туда призваны. Принцип мудрости. Принцип мудрости. Если человек просит еще один бросать, дайте только один, при условии, что вы поняли, что он серьезно хочет дать его кому-то прочесть. То есть, если человек у вас взял бросать и просит еще один, мы уже говорили на эту тему, да? То вы спросите его, зачем вам нужен этот бросать? Ну, этот трактат, да? Чтобы вам было понятнее. Что вы собираетесь с ним делать? Часто люди иногда в действительности подходят и просят, они говорят, я хочу дать соседям, я еду там в электричке, хочу кому-нибудь раздать, там и так далее. То есть, ну, дайте человеку еще один. Вы можете ему сказать, вы можете свой прочитать и дать его тоже кому-то. но не давайте, знаете, там пачку, там какую-то стопку и так далее. Два человека уже будет достаточно, но не больше. Хорошо? И то при условии, если он действительно кому-то хочет его дать. не принимайте предложения незнакомцев помочь вам раздавать литературу. Также и от верующих. Все добровольцы должны быть нам известны. и желательно, чтобы они были подготовлены и обучены. Понятно? Чтобы они не наделали никаких глупостей. Поэтому, какие бы не следовали вам предложения, а, давайте я вам помогу пораздавать, дайте мне бросать. Ни в коем случае не соглашайтесь. Ответ всегда очень простой. Если этот человек верующий, вы ему говорите. если ты действительно хочешь поучаствовать, в том, чтобы пораздавать, приходи или к нам в общину, или вот, допустим, если это евреи из Иисуса проводят, значит, где евреи из Иисуса собираются для того, чтобы идти. То есть, приходи туда, ты встретишься с руководителем или с лидером, и после этого ты сможешь пойти с нами раздавать. Возьмите у него телефон, как с ним связаться и так далее. Если это вообще незнакомый человек, который предлагает вам, что он пораздает, то это просто абсурд, потому что где гарантия, что он не возьмет их и не выбросит, не порвет и так далее. Итак, принцип безвозмездности. Мы уже об этом также говорили, но повторяю, ни при каких обстоятельствах не давайте и не принимайте от людей деньги и подарки. мы вообще просто настоятельно обычно рекомендуем, когда люди идут на сорте, даже не брать с собой деньги. Потому что всегда, знаете, есть такое искушение, что к вам подходит человек, вот я там типа только освободился, вот у меня справка, помогите мне с билетом, или дайте мне деньги на хлеб, или дайте мне еще деньги на что-то и так далее. и так далее. Это правило, мы никому не даем деньги в тот момент, когда мы раздаем брасайды и свидетельствуем об Иисусе. Если вы хотите помочь человеку, если вы считаете, что это реально то, что он говорит, то после того, когда все закончится, вы можете ему помочь. Но я также рекомендую вам деньги не давать. Если человек хочет есть, то лучше накормите его, но не давайте деньги. Потому что обычно это заканчивается тем, что люди берут деньги и что знаете с ними делать? Пропивают их. Это чаще всего. Для многих те, кто ходят возле вокзала, там привоза, вообще это работа для них. Ну, ходить, просить деньги. Поэтому, знаете, Иисус сказал нам, чтобы мы тоже были мудры, когда мы делаем какие-то добрые дела. Если человек хочет кушать, лучше купить ему что-нибудь покушать. Но деньги я рекомендую вам не давать ни при каких обстоятельствах. И главное, не делайте это во время того, когда вы вышли для того, чтобы свидетельствовать. Понятно? Очень много подходит таких людей. Часто всего мы говорим просто о том, что, знаете, мы не можем просто, это правило, мы не можем просто дать вам денег. И все. Вас предупредили, что вы не можете это делать. Это даже не ваша ответственность уже. Понятно, да? Что вас не мучила совесть, что вы там не дали или еще что-то. Принцип осторожности. Принцип осторожности. Не давайте ненужную личную информацию о себе, своих коллегах или сотрудниках, общины или евреев за Иисуса, даже верующим. Не давайте ненужную личную информацию о себе, о сотрудниках, о коллегах, о евреях за Иисуса или вашей общине. Информации на самом деле достаточно много. Итак, на каждом братсайде есть имейл, веб-сайт, телефон. Если человек хочет, он может позвонить и узнать больше все, что его интересует. Также вы можете дать человеку, если он сильно настойчиво хочет с вами как-то встретиться и так далее, вы можете сказать, ну, дайте мне свой телефон и я вам позвоню, мы тогда сможем встретиться. Вы можете дать ему приглашение в вашу общину и сказать, что это самое лучшее место, где мы можем с вами пообщаться. Но не стоит давать никакую другую информацию, потому что появляются люди, которые просто приходят для того, чтобы у вас выудить какую-то информацию, чтобы, может быть, даже использовать ее против вас потом. Была такая глупая история в Киеве, подошли к одному брату, они как бы подошли, чтобы взять у него какое-то интервью для телевидения и так далее. И они ему задавали вопросы, знаете, он говорил, отвечая на вопросы, но вот если бы он находился там в церкви, вообще нет, для нас было бы это абсолютно нормально. ну, например, там ему задали вопрос, а что вы вообще здесь делаете? Я стою на этом месте, потому что Бог мне сказал, Бог поставил меня на это место, эта земля теперь святая, потому что мои ноги на нее стали там. И вот в таком вот плане на каждый вопрос он отвечал. в итоге выпустили передачу с его выступлением. И это было просто, знаете, после этого выступления можно было просто только в дурдом попасть. Ну, реально просто. Все то, как он отвечал, что он говорил и так далее. Если к вам подходят по отношению, чтобы взять у вас интервью, то я вам просто вообще рекомендую, знаете, что делать? Скажите, вот здесь есть телефон, свяжитесь с нашим руководством и переговорите лучше с ними. Они точно ответят вам на те вопросы, какие необходимы. Или максимум вы можете сказать Евангелие туда, в камеру. Но больше ничего не стоит говорить, потому что находят такие, знаете, уловки, чтобы как бы потом вот взять просто все исковеркать, как бы там показать все в другом каком-то свете и так далее. Помните, что он в ответ не отвечал на них. Прямо, да? Итак, принцип аккуратности. Принцип аккуратности. убирайте за собой в течение сорти. Ну, то есть, многие, мы говорили, да, иногда бросают трактаты. И на самом деле это правильно поднимать их. Во-первых, потому что когда человек, это психология, да, видит, что кто-то бросил, он может даже не посмотреть, что там, бросить вслед за этим человеком. Это просто обычная психология. Кроме того, многие люди начинают ходить и говорить, вот, топчет имя Иисуса. Зачем? Чтобы ввели такие разговоры? Не давайте повода, да, ищущим повода. Ну, и вообще, это правильно, чтобы просто собирать нашу литературу, которую кто-то бросил. Если, как я сказал, она пригодна еще, но она не запачкана, можно ее использовать для того, чтобы раздавать. Если ее запачкали, то тогда ее собрать в мусорные пакеты. Седьмой пункт. Что делать, если? Что делать, если? Кто-то не взял братсайд. Первое. Кто-то не взял. Что делать, если кто-то не взял братсайд? Ну, существует такое предложение, например, просто остановиться, пропустить несколько человек и потом продолжать раздавать снова. Здесь, может быть, в Одессе это не так, как бы можно увидеть и ощутить это, но, например, в Москве, когда вы стоите в метро и идет поток людей, иногда люди поступают, следуя, как, знаете, можно сказать, как животному экстинкту. В том смысле, что делают люди то, что сделали другие. Взял человек, и остальные, как бы, может быть, иногда не обдумывая, тоже берут. Не взял человек, и группа за ним людей также вдруг не берет. Поэтому иногда рекомендуем, допустим, если вы видите, что, как бы, ну, дело заклинилось, да, и люди перестали вот брать братсайды, просто по той причине, что они смотрят на других. Остановитесь, пропустите несколько человек и продолжайте снова раздавать братсайды. еще есть другой вариант. Можно просто верхний братсайд вы предложили, и человек, допустим, отказался. Опять же, психология. То, от чего отказались, человек не захочет взять. Положите его под низ и дайте ему следующее братсайд. Всего на все. и самое главное при всем при этом, если люди не берут у вас братсайды, вам нужно сохранять чувство юмора, улыбаться, не огорчаться. Что делать, если вы устали, у вас кружится голова, чувствуете голод, жажду и так далее. Вы устали, у вас кружится голова, чувствуете голод, жажду и так далее. Первое. Помните принцип прилежания. В принципе прилежания сказано не покидать место сорти, не сокращать время сорти, не нарушать инструкции лидера. и второе. Эти ощущения могут быть результатом духовной борьбы в нас. То есть, что происходит? Дьявол, он атакует вашу плоть. И плоть, она противится духу, да, ей хочется домой, на диван, вкусно покушать, упереться в телевизор, ей не хочется стоять там на вокзале и два часа вот это вот раздавать, кому-то говорить чего-то и так далее. Поэтому это на самом деле часто бывает то, что это просто обычная духовная борьба. Заставить вас, чтобы вы остановились и перестали делать это. Третье. Что делать, если многие из них просто выбрасывают? Если многие бросают просто выбрасывают? Первое, вы должны помнить, что нельзя быть разочарованным. Вспомните Евангелие от Матфея 13 главу, притча о сеятеле, что да, действительно, трое из четырех могут выбросить, но четвертый, мы не знаем кто он, а кажется, той благоприятной почвой, которая принесет плоды. Второе, помните вашу цель, для чего вы туда пришли. Помните, какая у нас цель? Превознести имя Иешуа, раздать бросайды и получить контакты, для того, чтобы можно было засвидетельствовать и служить этим людям. И самое главное, вы не несете никакой ответственности за то, как люди реагируют на проповедь Евангелия. Это самое важное. Вы не несете никакой ответственности. Ответственность несут сами люди. Ваша задача и цель это исполнить волю Божию, сказать им о спасении, сказать им, что они находятся во грехе. А что они будут делать дальше, это их решение. Поэтому у вас не должно быть чувства вины. Аминь. Трудность, это следующий, восьмой пункт. Трудность, мы уже подходим к концу. это восьмой большой пункт. Трудность осуществления братсайдинга. Трудность осуществления братсайдинга. Первая это проблема, то есть с которой мы сталкиваемся. Проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы публично отождествляем себя с Иисусом способом, который для некоторых может показаться нереспектабельным и часто просто глупым. Таким образом можем чувствовать смущение. Мы вчера много уделили этому внимание. мы можем чувствовать смущение. Этим мы вызываем презрение, отчуждение, несогласие и даже опасность. когда мы себя отождествляем с Иисусом, со стороны других мы можем чувствовать, ну, сами мы, вернее, можем чувствовать смущение из-за того, что мы в других вызываем по отношению к нам презрение, отчуждение, несогласие и даже опасность. вы не поняли? Существует проблема. В результате того, что мы себя отождествляем с Иисусом, ну, хотя бы даже когда мы просто одеваем такую футболку, да, то мы сразу являемся представителями Мессии. И от этого никуда не денешься. таким образом, когда мы занимаемся таким видом служения, да, евангелизации, мы выходим на улицу, мы представляем Иисуса, и что, то мы можем ощущать смущение, чувствовать смущение из-за того, что другие люди по отношению к нам будут по отношению к нам относиться презрительно, будут не согласны с самонами и даже захотят принести нам какой-нибудь вред. Да. Второе. Какое решение мы должны принять из этого, ну, на основании этого? Нам необходимо забыть о самих себе. Нам нужно забыть о самих себе. Просто помните, что на самом деле люди имеют к вам такое отношение не потому, что они имеют лично что-то против вас. Они имеют лично только против Мессии Иешуа что-то. Они вас не знают, они вас никогда не видели. Им на самом деле абсолютно все равно как вы выглядите. и все их презрение, все их отношения и так далее, все их ожесточение, оно направлено на вас по одной причине, что вы себя отождествили с именем Иешуа. Поэтому просто нужно забыть о себе, что это направлено не на вас, это направлено на него, и вы исполняете его волю. И все это ожесточение, оно направлено на его адрес. И также мы должны бояться Господа, а не человека. Мы вчера также уделили много этому внимания, что нужно бояться Господа, а не человека. Потому что в итоге что может сделать нам человек? Максимум убить. Да, наше тело. Но Господь Он распоряжается и духом, и телом, и душой. Наши опасения и ответы от Господа. Наши опасения и ответы от Господа. Это здесь же, здесь же. Наши опасения и ответы от Господа. Наши опасения нам не достает мужества. Недостает мужество. Ответ от Господа. Исайя, 41 глава, 10 стих. Давайте запишем, потом, если будет время, прочитаем. Недостает мужество. Наши опасения и ответы от Господа. Наши опасения и ответы от Господа. Наши опасения. Недостает мужество. Ответ от Господа. Исайя, 41 глава, 10 стих. Повторить Исайя 41 глава 10 стих Давайте вначале запишем, хорошо? Наши опасения Ну не надо каждый раз писать наши опасения, просто Что если я встречу кого-то, кого я знаю? Что если я встречу кого-то, кого я знаю? Евангелие от Матфея 5 глава 14 по 16 стих Евангелие от Матфея 5 глава 14 по 16 стих Если кто-то задаст мне вопрос Если кто-то задаст мне вопрос 1 Петра 3.15 Мне могут сделать больно Мне могут сделать больно Евангелие от Матфея 10 глава 28 стих Евангелие от Матфея 10 глава 28 стих Это ответ от Господа на вопрос Если мне могут сделать больно Да, 10 глава 28 стих Я могу не нравиться людям Исайя 51 глава 7 стих Я могу не нравиться людям Исайя 51 глава 7 стих 7 стих Это то, что может вызывать у вас опасения И стихи из Писания Это ответ от Бога В отношении ваших опасений Исайя 41 глава 10 стих Кто открыл? Я Микрофон возьмите Туда, туда, в ту сторону В ту сторону Не бойся, ибо я с тобою Не смущайся, ибо я Бог твой Я укреплю тебя и помогу тебе И поддержу тебя десницей правды моей Завтра я расскажу вам историю Связанную с этим стихом моей жизни Итак, Матфея 5 глава 14-16 Если я встречу кого-то, кого я знаю Давайте, давайте, давайте Вы свет мира Не может укрыться город, стоящий наверху горы И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом Но на подсвечнике И светит в всем доме Тогда светит свет ваш перед людьми Чтобы они видели ваши добрые дела И прославляли Отца вашего Небесного Не думайте, что я пришел нарушить закон Или пророков Не нарушить пришел я, но исполнить Ибо истинно говорю вам Да коли не придет небо и земля Ни одна йота или ни одна черта Не придет из закона, пока не исполнит все Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших И научит так людей Тот малейшим наречется в Царстве Небесном А кто сотворит и научит Тот великим наречется в Царстве Небесном Хорошо, хорошо, достаточно Нужно было 14-16 читать Хорошо, дальше 1 Петра 3-15 И вы прочитаете дома, хорошо? Матфея 10-28 Это было сказано, что не бойтесь Убивающих тела Но бойтесь того, кто может и душу И тело погубить в гиене Исайя 51-7 Я могу, не нравится людям Кто открыл, прочитайте Исайя 51-7 А где микрофон? Вот, возьми Так, на сегодня мы скажем